Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим омлет с колбасой в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 150 грамм вареной колбасы, 8 яиц, 400 миллилитров молока, чайная ложка соли и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Готовится все очень просто. Смешиваем яйца, соль, слегка перемешиваем вилкой, ничего не взбиваем. Это количество яиц и молока рассчитано на 4-5 порций. Если вам необходимо меньшее количество, просто берете пропорционально на 1 яйцо 50 миллилитров молока. Все перемешали, совсем чуть-чуть, слегка. Добавляем молоко. Еще раз все перемешиваем. Смотрите, масса не должна быть однородной. Главное, чтобы не было отдельно желтков и отдельно белков, то есть более-менее однородная масса, но не идеальная. Чашу мультиварки смазываем маслом дно и бока, можно сливочным, можно подсолнечным. Выливаем омлетную смесь и выкладываем колбасу. Вот таким образом, чтобы она была везде. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме мультиповар 130 градусов 25 минут. Вместо режима мультиповар можно готовить на режиме выпечка также 25 минут. Если у вас омлетной массы меньше, можно уменьшить время до 20 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Омлет достаточно пышный. Можно доставать. Буквально через пару минут омлет стал более плотный, отошел от стенок чаши мультиварки. Теперь можем его спокойно доставать. Я достала омлет сразу, слегка наклонив чашу мультиварки и скатив его прямо по чаше на тарелку. Можно доставать порциону, прямо нарезая в чашу мультиварки, как вам удобнее. Вот так омлет выглядит порционно. Как вы видите, колбаса распределилась равномерно. Она есть и внизу, и вверху, и посередине омлета. Омлет готовится очень просто и быстро. Получается пышным и очень вкусным. И я расскажу, как приготовить паровой омлет с колбасой. Для приготовления нам потребуется 4 яйца, 200 миллилитров молока, у меня 3,2% жирности, 140 грамм вареной колбасы, 1 третьей чайной ложки соли, 5 грамм сливочного масла для смазывания формы. Если делать в силиконовых формочках, можно не смазывать. И для того, чтобы приготовить на пару, я взяла 2 мультистакана холодной воды. К яйцам добавляем соль, молоко, перемешиваем обычным венчиком или вилкой. Ничего взбивать не надо, просто достаточно перемешать. Берем любую форму, можно взять стеклянную или силиконовую, которая подходит для плиты и микроволновки. Смазываем маслом и выливаем омлетную жидкость. В чашу мультиварки выливаем 2 мультистакана холодной воды. Устанавливаем корзину пароварки. Внутрь я уже поставила тарелку с омлетом. Выкладываем кубиком порезанную колбасу. Количество колбасы может быть произвольно. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution M800 на режиме пар 20 минут. Отсчет времени начнется с момента закипания воды. В других мультиварках этот режим может называться пароварка, варка на пару или просто варка. Время истекло. Вот такой пышный воздушный омлет получился. Сейчас он немного остынет и осядет, но не совсем. Смотрите, какой пышный омлет получается. Он более воздушный, чем омлет, приготовленный в духовке. Смотрите, достается он тоже легко. Я просто перевернула на тарелку. Вот так омлет выглядит в разрезе. Смотрите, какой же он воздушный. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!